И натяжением ткани регулируйте, да, у вас свободная рука, у нас 5 пальцев здесь, даже 4, ну вот если я даже в одной близко так держу, да, у нас 4. Так, ну вот здесь, смотрите, ямочка осталась, вот здесь как раз ребро жёсткости мы можем поставить, вот так, перпендикулярно вот этому провальчику небольшому, если бы был залом, конечно, выраженный, было бы ещё лучше видно, но так мы идём под 90 градусов всё равно к залому, видно, что иголочка тяжело идёт, через уже введённый материал и делаем вот такой вот коротенький стежочек, и когда мы делаем ребра, мы имеем право, что у нас препарат выйдет на поверхность, то есть стежочек коротенький, да, и мы должны с одной стороны его заполнить и с другой, то есть препарат у нас может выйти на поверхность. В зависимости от выраженности изменений, но чаще всего на пол иглы где-то так. Леночка, улыбаемся. Уже у нас лучше ситуация. Так, раз достала так. Всё. То есть там расслабляем? Да, одно ребро, да? Да, одно ребро, а дальше не надо. Вот, ну даже у нас в профиль всё, вот здесь выталкивание. Здесь ещё чуть залом сохраняется, но у нас должен распределиться препарат, потому что больше уже не надо, я и так много туда ввела медиальную часть, чтобы у нас не было осложнений в виде компрессионного сдавления, да, артериоангулярис. Слишком много мы тоже не вводим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова